А вот купил костюм за 500 рублей на Азоне. 5 минут не прошло. Первая тренировка. Сегодня, ребята, мы будем рвать в хламину эти два термокостюма. Я сегодня приобрел один из самых дешевых термокостюмов и приобрел один из самых дорогих термокостюмов, костюмы с гонки. Знаете, вы приходите в магазин, либо в интернет, смотрите такие «Надо купить костюм с гоночку». И такие, смотрите на цену. Там лежит костюмчик, например, за 500 рублей, а другой костюмчик лежит за 2 500. Такие рыбу почитали. «Конечно, надо приобретать за 500! Какие базары, вокзалы!» Но давайте сейчас поговорим об этом более конкретно и серьезно. Дело все в том, что я спортсмен, и в термокостюмах знаю стопроцентный толк. В первую очередь, цена как влияет? Это на качество. А как качество, посмотрите внимательно, даже состав материала по толщине, ребята, вот этот дешман, а это конкретный такой убойный тентовый костюмчик. Он получается в 4 раза толще и больше. А это автоматически. Что значит? Что состав материала в 4 раза толще. И сейчас мы с вами проэкспериментируем. Я возьму специально, его буду рвать, я буду в нем бегать, я буду в нем отжиматься. Я вам покажу, как он хорошо. Нет, или плохо, или плохо, или хорошо. Короче, сейчас мы проводим тест-драйв. Смотрите внимательно, я начал переодеваться. Так, ну что, погнали, ребята. Значит, берем термокостюмчик, один из самых дешманских. И смотрим, смотрим, смотрим. У нас здесь клееночка, можно так сказать, целлофановый пакетик. Вот, ничего не хочу плохого сказать. Надеюсь, он выдержит очень хорошую нагрузочку. Вот, но буквально через несколько минут мы узнаем и увидим, как будет выглядеть другой хороший термокостюмчик. Я, честно говоря, размерчик не подбирал. Извините, что он мелковатый, что было, то и взял. Вот, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Как-то мне в него влезть. Вот, ну вроде бы как бы влезть. Ну, более-менее, типа нормалёт. Так, ну что, парниковый эффект почти начался. Берем штоники. Что у нас со штониками? Ну, материал, материал какой-то не такой, как этот, какой-то немножечко пожёстче. Одеваем наши штоники. Чик. Ну, неплохо так одевается. Нормально. Ничего плохого сказать не могу. И не хочу. Опачки. Слушайте, так он, в общем-то, почти мой размерчик. Несмотря на то, что просто он немножко плотноватенький. Ну, как я вам выгляжу? Противо как бы ничего, да? Отлично. Всё. Можно боксировать. Опачки. Но ноги уже не поднимешь. Ух ты! Блядь, сука. Чего он так рано порвался? Блядь. Слушай. Покажи. Ну, реально, ну, не запланировано. Блядь, я ещё не начал тренироваться уже. А как бегать? А как бой с тенью работать? А как мне теперь сейчас... Сука! Что он такое? Я ж только его делал. Сейчас дырка, блядь, надо. Блядь, блядь. Так он такой же тоже был целый. Пиздец. Побоксируем. Один удар, одна дырка. Утренняя зарядка. Прискание. Сколько времени прошло? Минута? Вышел заяц. На колесо будет сзади свое яйцо. Короче, ребята. Что вам сказать? Мне, честно говоря, нечего вам сказать. Неприятная, конечно же, ситуация. Я не хочу, ребята, засирать это качество костюма. Я просто хочу в реальности показать, к чему вы придёте. Я когда покупал, я не спрашивал, хороший он или плохой. Я просто взял дешёвый. Вопросы есть? Раскрываем второй костюм. Он даже по весу в пять раз тяжелее, то и в десять. Я даже не успел только тейстраль здесь. Да, этот посвободнее. Так, значит так. У вас вопросы ко мне есть? Я думал, что вопросы почти отпали. Всё идеально целое. Посмотрите внимательно, что эта ткань, это не целлофан. Это тентовое покрытие, можно сказать, брезент, грубо говоря. Такое. Ну, я не знаю даже, что это за состав. Держится. 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 Значит, один из самых главных плюсов, это состав тканей. Это состав ткани. Неубиваемый. В этом термокостюме. В этом термокостюме огромнейший минус. То, что здесь, посмотрите внимательно. Тут всё проклеено. Видите? Швы проклеены. И здесь при натяжении пошёл надрыв и пошёл сразу же автоматом везде разрыв. Везде. Всё. То ли пошло по швам, то ли пошло без швов. Всё. Из-за того, что оно проклеено. Что здесь получается? Здесь все швы прошиты. Это как штаны, как джинсы. Видите? Чётко. Двойная строчка. А значит, он нигде не порвётся. При любых технических воздействиях. Далее. Здесь резинка на горловине. Видите, какая конченая? Здесь какая резинка на горловине? Широкая, удобная и очень плотная. Здесь на пояснице точно такая дешманская конченая резиночка. О! Ещё лучше. О! Видали? Блядь. Как он так? Я не понимаю. 500 рублей, грубо говоря, коту под хвост моментально. Здесь у нас получается широкая резинка. Реально как в свитере. Видите? Какая гармошка. Видали? Вообще, крутяк. Далее. Когда я тренируюсь в этом термокостюме, вот эта клеёнка, когда я потею, она автоматически, пот прилипает к телу. И очень дискомфортно и неприятно. Да, можно, конечно же, одеть майку, но если у меня нету майки спортивной, здесь есть подкладка, сетка. Это сетка для того, чтобы когда ваше тело потеет, между тканью и вашим телом создавалась вакуумная атмосфера. И пот впитывается в эту сетку. А сетка ещё такая, можно сказать, дырявая, сетчатая, для того, чтобы испарялся пот, а не накапливался внутри. Это вообще мега круто. Я вам серьёзно же говорю. Далее. На всех конечностях, на штанах, вот на штанишках, точно такая же резинка, как и на куртке. Смотрим на этих штанах. Резинка точно такая же дешманская. Видите? Опа. Всё. До свидос. Я серьёзно говорю, я его купил сегодня в магазине. Просто пришёл и сказал, дайте мне недорогой дешёвый термокостюм. Далее. Здесь. Видите? Тоже резинка. Она плотно. Реально очень плотно сидит. Здесь резинка точка... Ого, 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 ого. Даже если не порвалась, просто отошёл шов. Вот он. Опыт. Вот. Я ничего не подстрял. Она широкая ещё придача. Значит, слушайте меня внимательно. Когда резинка, как на том термокостюме, здесь широкая, вот так вот болтается открыто, у вас происходит вентиляция. Этот термокостюм, этот термокостюм, он называется костюм сауны. Он как теплица. И... Рабочие процессы. И этот термокостюм, он на конечностях получается полностью герметично, везде всё закрыл. И внутри меня создаётся, как в теплице, парниковый эффект. Если вы когда-нибудь заходили в теплицу, где бабушка выращивает огурцы, помидоры, вы понимаете, что там вообще вы потеете очень сильно, потому что там парниковый эффект. Точно так же и здесь. Все конечности должны быть максимально толстые, максимально плотные, максимально надёжные такие. Ужимать, чтобы воздух, чтобы муха сюда не пролетала. Вообще, видите? Ничего вообще не может пролететь. Ничего. Ничего. Вот. Это вообще мега круто. Далее. По поводу качества. Вы видели сами, что происходит со штанами, которые я одел. Ну да, они были мне немножко мелковатые. Но вы видели, что можно было что-то сделать. Я пол ноги поднял, и сразу же всё порвалось. Я специально взял сегодня штаны, которые я специально порвал посередине между ног. Я пожертвовал новым костюмом. Вот. Я разорвал. Посмотрите внимательно. Видите разрыв между ног? Специально я разорвал. Вот. И что получается? Здесь нету клея. Здесь чисто нитки. Я брал дома нитку с иголкой. Вот такую. Не знаю, показывать вам или не показывать. Вот нитка с иголкой. Я выворачивал наружу. Вот. И зашивал. И всё. Я зашил вот эту дырочку, которая пошла по швам. Или зашью эту дырочку. У меня просто есть ещё один костюмчик. Вот. Зашью эту дырочку. И всё. Он будет мне дальше служить. Не надо никакого утюга. И никуда он не развалится дальше. Дальше мы его тестируем на более прочный материал. Материал, который в реальности будет показывать его, можно сказать, прочность состава ткани. Что мы делаем? Мы с вами видим турник. Я не пробовал этого делать ни разу. Что мы делаем? Я закидываю одну штанину. Первый раз эксперимент у меня такой. Я уверен, что она не порвётся. И аккуратненько провисаю на нём. Масса тела. Аж ногу подвернул. Неудачная как-то. Ладно. Вам всё было видно. Запечатлённо камеру? Хорошо. Надо, наверное, делать вот так вот было. Так, раз. Вопросы есть? Далее. Мы берём наш... Он новый. Точно так же. Одну штанину, калышню. Закидываю. Как мне ещё повисеть, чтобы вам это всё доказать? 98 килограмм я вешу. Можно даже сделать вот так. Вопросы есть? Не считая дырки, которые я разорвал тогда. Вопросов нет. Я думаю, даже если взять его под танк бросить, то потом можно будет встряхнуть и дальше в нём тренироваться. Так вот. Давайте подведём итоги. У вас два варианта. Купить бомбически дешёвый термокостюм за 500 рублей. Выйти на первую тренировку. И сделать вот так вот. После первой тренировки вы его выбрасываете. Второй вариант. Не жалейте бабла. На перспективняк. Выходите на первую тренировку. На пятую, десятую. И тренируйтесь. Как хотите. Как с эспандой. И никаких проблем. Посмотрите внимательно. Подведём итоги. Что это значит? Это значит то, что если вы один раз экономите бабки, то вы второй раз купите хороший костюм. Лучше сразу же приобрести хороший костюм. И тренироваться в нём вечно. Раскрою мини-правду. Не стирал специально. Посмотрите, какой грязный термокостюм. Это старая модель. Которую я привёз 8 лет тому назад. Я в нём тренировался 8 лет. В нём даже ещё подкладка старая. Видите? Вот такая тканевая. Вот сейчас вот эта подкладка. Это нанотехнология. Так вот. Этот термокостюм 8 лет, ребята. Не считая того, что здесь просто можно зашить вот этот костюм 8 лет. А теперь пошевелите, пожалуйста, своими мозгами. И вспомните такую фразу. Скупой платит дважды. А может быть, десятиражды. Не приобретайте, пожалуйста, вот это вот дерьмо собачье. Приобретайте нормальную вещь, которая вам будет служить в 100-кратном размере лучше и дольше, чем вот это фуфло. Ссылка на вот этот термокостюм находится внизу в описании под этим видео. И ссылка на этот термокостюм я вам тоже оставлю внизу в описании под этим видео. Делайте, ребята, свой выбор. Продолжение следует...